За последние несколько месяцев достаточно активно начал обсуждаться вопрос о формировании российского подхода к созданию транспортного коридора, транспортно-логистического коридора между Европой и Азией. Дело в том, что те, кто работает активно на международном рынке, постоянно слышат вопросы, связанные с необходимостью формирования сухопутного коридора между Европой и Азией. И здесь существует и нанизывается масса проектов. Это проекты, связанные и с ТРАСЭКО, коридоры, которые строятся в обход России, скажем так, через страны, которые находятся южнее России, в том числе через Каспий и прочее. И за последние несколько месяцев, благодаря усилиям РЖД, благодаря усилиям Минтранса, был сформирован подход о том, а что, собственно говоря, Россия может в этом направлении предложить. Потому что, с одной стороны, у нас идет достаточно активная работа, связанная с развитием транзитных контейнерных перевозок по существующей сети российских железных дорог. И на это наслаивается другая идея. Это идея, связанная с тем, что у нас фактически не растут объемы перевозок в части тоннажа, но очень быстро растут объемы перевозок в части денег. Для примера я могу сказать, что если авиация у нас в весовом выражении везет менее 2% грузов между Европой и Китаем, то в денежном выражении она ведет почти 30% перевозок. И это тенденция, которая с годами будет нарастать. Это связано и с электронной торговлей, это связано вообще с тем, что идет постоянная технологическая трансформация. Помимо этого, есть вторая тенденция, которая тоже очень активно развивается, а именно тенденция того, что еще 10 лет назад любые разговоры о каком-то масштабном транзите между Европой и Китаем упирались в то, что вставал вопрос, а что делать с порожним пробегом подвижного состава и прочее. Сейчас эта проблема тоже уходит на второй план, потому что сильный рост уровня жизни в Китае привел к тому, что в Китае тоже сформировалось общество потребления. Если раньше товары дружно ехали из Китая в Европу, то сейчас тенденция резко меняется. У нас де-факто образуется достаточно сбалансированная торговля между Европой и Китаем. Это предпосылки для этой идеи. И о чем идет речь? Речь идет о том, что у нас в Европейском Союзе существует достаточно разветвленная сеть, соединяющая практически всю европейскую часть страны ЕС высокоскоростными железнодорожными коридорами. Более того, они уже пытались возить грузы, в частности, компания СНСЕФ французская закупила 4 состава. И они предполагали развозить грузы из крупных аэропортов по территории Европы этими составами. Идея пошла очень плохо в Европе. Это связано с коротким плечом перевозок. Когда плечо перевозок составляет в среднем 300 километров, безусловно, перегружать грузы с авиации, с Боинга 747 на железнодорожный транспорт, неинтересная логистическая задача, гораздо интереснее погрузить сразу грузы на грузовик и довести до точки. Совершенно другая история у нас складывается между Европой и Китаем. Это 9000 километров. В Китае у нас то же самое. Есть огромная уже сформировавшаяся сеть высокоскоростных железных дорог. Более того, одна из самых длинных дорог связывает центральные районы Китая. С западными районами Китая доходит до Урумчи, и, собственно говоря, эта дорога в Китае очень плохо загружена. Что вы представляли себе, там всего 6 пар поездов по этой дороге ходят. Поэтому отсюда появляется идея, о чем-то загрузить существующую сеть. Если мы говорим о странах Еврозес, здесь другая история. Есть Россия с разработанными проектами высокоскоростного движения Москва, Казань и Екатеринбург. И, собственно говоря, проект в этом году начинает реализовываться уже, понятно, в урезанном, купированном варианте. Но, тем не менее, сейчас определены источники. И в этом году этот проект начинает реализовываться в первом своем участке. Есть Казахстан со своим национальным проектом соединения Алматы с Астаной, высокоскоростным железнодорожным коридором. То есть, де-факто, у нас в Европе и Китае есть сформированные уже сети высокоскоростного железнодорожного транспорта. И есть страны, основные коридоры, по которым должны пройти по территории Польши, России и Казахстана, где существуют национальные проекты, для которых, более того, будет стоять вопрос о том, как возможно на определенных участках догрузить формируемый высокоскоростной коридор дополнительными перевозками, помимо того, подо что это, собственно говоря, создается. А создается это, естественно, под пассажирское движение. Я не буду долго останавливаться на слайдах, у нас недостаточно времени. Скажу только одно. Здесь в рамках той работы, которую вело РЖД, был выполнен целая серия расчетов, связанных с оценкой развития мировой торговли на достаточно длинных промежутках. Эти работы выполняли мы, выполняла компания PricewaterhouseCoopers. И, собственно говоря, наша задача была оценить именно грузовую базу. Так вот, грузовая база у нас на сегодняшний день уже составляет несколько миллионов тонн, которые можно возить между Европой и Китаем. И, де-факто, это гигантский рынок, который вполне может подхватить железнодорожный транспорт. И он его, собственно говоря, подхватывает. Вы все, наверное, слышали об успехах и компании Transcontainer, и ОТЛК, объединенная транспортно-логистическая компания, которые за последние годы имеют колоссальный прирост контейнерных перевозок, которые на сегодняшний день, собственно говоря, не имеют особых ограничений. Мы по существующей сети можем между Европой и Китаем перевести товары всего лишь за неделю, по факту. Но о чем идет речь? Речь идет о том, что когда анализируется, что же хочет потребитель, мы выясняем, что потребителю реально, потребителю, допустим, электронной торговли, требуется трое суток для доставки его посылки от двери до двери. Это основное требование потребителей. Такую скорость обеспечить существующая железнодорожная сеть не может. Если у нас появляется высокоскоростная линия со средними скоростями, это в районе 150, чтобы вы понимали, это не какая-то некая фантастика, это порядка 150, там, 180 километров в час, средняя маршрутная скорость, в этом случае мы за двое суток можем перевезти товары из Европы в Китай, и беря еще порядка суток на логистические мероприятия, мы получаем вот ту искомую величину трое суток, после чего железная дорога становится абсолютно конкурентоспособной с авиацией, потому что по факту, несмотря на то, что, естественно, железная дорога чуть медленнее, чем самолет, по факту с учетом логистики, таможенных и прочих процедур обеспечивается одинаковая с авиацией скорость. Что же будет происходить с мировой торговлей? Мы рассчитывали несколько сценариев, которые характеризуют то, как может развиваться мировая торговля, я имею в виду между Европейским Союзом, Китаем и Дальним Востоком, рассматривался вариант критичный, когда у нас в Азиатско-Тихоокеанском регионе происходит масштабный кризис и масштабное снижение темпов роста, рассматривался другой вариант, когда все хорошо. И в том и в другом случае, как вы видите из этих графиков, у нас грузовая база достаточно большая для того, чтобы мы не испытывали проблем с развитием. Если говорить о том, что нам перевозить, здесь проводился анализ по различным группам товаров и в отношении экспорта и импорта европейского, и в отношении экспорта и импорта китайского, который, опять же, показывает, что группы высокодоходных товаров группы, которые наименее чувствительны к стоимости перевозки, они растут очень высокими темпами. Следующий момент, на котором бы хотелось остановиться, это на том, а как перевозить эти товары. Одна из идей, которые закладываются, это, собственно говоря, идея того, что мы берем существующий подвижной состав, и так же, как в авиации формируется карго самолета, который предназначен для перевозки грузов просто путем того, что выбрасываются кресла, де-факто из самолета и формируется пространство для перевозки грузов. Та же самая технология может применяться в данном случае и на железнодорожном транспорте. Вот так вот выглядит проработка того, как может выглядеть грузовой пояс на базе существующего подвижного состава. Здесь могут использоваться и палеты, могут использоваться и контейнеры авиационные существующие, могут использоваться вновь создаваемые контейнеры. Более того, рассматриваются варианты того, что мы можем рассматривать пояс не только как элемент транспорта, но и как элемент логистики, потому что в том же подвижном составе могут устанавливаться различные сортеры. Это, например, вариант, когда вы имеете некие транзитные остановки. Это еще одно преимущество по сравнению с железнодорожным транспортом. Вы можете осуществлять, имея внутренние сортеры, такие же, как на складах, на логистических базах, вы можете осуществлять быструю выгрузку и перегрузку в ходе движения состава при его технических остановках, практически не теряя времени на перегрузочные операции. Собственно говоря, я, наверное, не буду дальше углубляться в тему технической организации таких перевозок. Я бы хотел остановиться на последнем тезисе, а именно о том, что, собственно говоря, современный потребитель ждет от транспортно-логистических систем. Он ждет, собственно говоря, прозрачности, надежности и разнообразия предоставляемых услуг. И это одна из главных проблем железнодорожного транспорта, которую в случае реализации этого проекта мы сможем в значительной степени решить, потому что на сегодняшний день самым большим недостатком железнодорожного транспорта является именно непрозрачность того, как он работает. Мы проводили многочисленные опросы компаний логистических, компаний транспортных, и мы видим одно, что если у нас есть вариант моря, есть вариант автомобиля и есть вариант самолета, даже при прочих равных условиях, то есть когда железнодорожный транспорт предоставляет в общем услуги по конкурентным ценам, с конкурентными сроками доставки, он зачастую проигрывает. Вот в ближайшие годы одной из основных задач будет изменить эту ситуацию на железнодорожном транспорте. Спасибо.